Насыщенная концертная программа развернулась в парке культуры и отдыха. Ярмарка, фудкорт, аттракционы привлекали внимание всех желающих. И даже пасмурная погода не стала помехой веселью бобручан. Звонкие счастливые голоса, манящие ароматы блинов с различными начинками – неотъемлемая часть масленичных гуляний. За традиционным лакомством выстраивалась длинная очередь. Эмоции зашкаливают, можно так сказать. Я каждый год хожу на масленицу. Самое масштабное событие для меня – это когда лезут за призами на стол. Концерт идет, все очень весело. Правда, погода не очень радует, но так все классно, здорово. Ожидаю веселья, чтобы все было классно, замечательно, чтобы у всех было хорошее настроение. Получить только положительные эмоции, посмотреть вообще на людей, которые соскучились по весне, по этому празднику. И пожелать всем удачи в будущем году. Долгожданный момент – снятие петуха с 12-метрового столба. Добраться до верхушки вызвали 7 мужчин разных возрастов. Самому младшему участнику – 9, старшему – 39. За призы от предприятий города шла упорная борьба. Даниил Романовский под бурные аплодисменты забрал главный приз. Я участвую первый год, уже получил приз. Эмоции отличные. В перетягивании каната участвовали две команды по три человека. Любителей активных развлечений встретили и на аллее забав. Здесь бобруйчане испытали силу и ловкость в народных конкурсах. Возле сцены – фейерверк песен и танцев под громкие аплодисменты зрителей. Все хорошо организовано, только обортит, конечно, немножко все погода. Но все равно люди ходят, молодцы, создают настроение праздника. «Очень отлично, нам нравится. Несмотря на погоду, бывает, ну, мы ходим, когда и снег, вот и дождь, и нам очень нравится. Все очень хорошо, весело, интересно». Файер-шоу столичных артистов – кульминация проводов зимы. Гости праздника, затаив дыхание, наблюдали за фееричным обращением с огненной стихией. Финал выступления – сжигание чучела зимы, символа долгих холодов. Пламя унесло все невзгоды прошлого и стало предвестником долгожданных солнечных дней. Роман Костюков, Елизавета Житкова, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.